Я никогда не видел дождя, никогда не видел облака, никогда не видел голубого неба, как и ослепительного солнца над своей головой. Для меня всё это чуждо. Каждый день выглядит точь-в-точь, как предыдущий. Окружающие меня люди потеряли какую-либо веру в жизнь. Даже технологии не вызывают надежды. Скорее подталкивают тебя к пропасти, упав в которую ты больше никогда не увидишь света, даже искусственного. Медленно и верно, мир вокруг меня начинал угасать, а я вместе с ним. Технолайз – это, казалось бы, история обычного киберпанк мира, но куда более взрослая, что ли? Я не хочу принизить остальные произведения в этом жанре. Нет, это вовсе не так. В этой работе я вижу многолетний опыт, рождение, развитие и смерть. Здесь нет никаких позитивных мыслей, только мрак и пустота. Смерть и киберпанк – на самом деле неотделимые друг от друга вещи. Закат человечества во время сильного скачка технологий, высокий контраст между слоями общества, архитектуры и даже природы. Технолайзе нет никакой надежды. Это одна из лучших иллюстраций киберпанка, ведь она подчеркивает всё то, что было до этого, и оставляет надежду, единственную во всём сериале, причём настолько тусклую, что в неё сложно поверить. Сегодня я приглашаю тебя в один из самых мрачных миров будущего, чтобы показать то, что скрывается за ширмой запутанной истории. Всё, что объединяет предыдущие работы авторов с Технолайзом – свободная интерпретация смысла и попытка сделать что-то новое, уникальное, не имеющее аналогов. Я сам, читая отзывы, только и замечал, как люди только подчеркивают духоту тайтла, или, моё самое любимое, «Если вы хотите казаться умным, то это аниме для вас». И множество людей даже не задаются вопросом, с какой целью был создан Технолайз. И мне хотелось бы исправить это недоразумение, показать другую сторону этого аниме, которую ты, возможно, не заметил. Технолайзом Самая тяжёлая и одновременно самая интересная первая серия. Её суть – показать зрителю, чем пытается быть проект, и вообще, стоит ли его смотреть дальше. Один из важных элементов истории – повествование. Произведение должно уметь передать историю без каких-либо диалогов. Часто ли ты сталкивался с тем, что тебе прямо рассказывают и разжёвывают мотивацию или предысторию персонажа, а не передают это с помощью образов или намёков? Это один из самых дешёвых способов подачи. Не говорю, что это плохо, в некоторых моментах это бывает необходимо, но если это происходит постоянно и зрителя держат за дурака, то мне это вызывает лишь негативные эмоции. Первую половину ты не услышишь ни единого слова. И Технолайз уже с первых минут сообщает тебе, чтобы рассказать сюжет, мне не нужны слова. Ты должен внимательно наблюдать за происходящим, а не просто слушать. Во всей истории нет лишних диалогов, все приступают сразу к делу. Персонажи не зацикливаются на теме, любая из них быстро проговаривается. Технолайз требует от тебя внимательного просмотра, а также делает хорошую затравку. Главный герой – Ичисы. Он не живёт будущим или настоящим. Вместо этого он предпочитает прошлое. Постоянно хранит у себя одну из самых драгоценных вещей в этом мире – Рафию, которая содержит частички его умершей матери. Ичисы предстаёт перед нами крайне безэмоциональным. И всё это только для одного – показать боль, безумие и страдания. С самого начала его выставляют в плохом свете. В результате неудачи он теряет руку и ногу. И как сильно начинает контрастировать запомнившийся нам безэмоциональный образ с тем, что мы видим на экране. Море безумия, энергии, злости и крови. Почувствовав угрозу и обретя последствия, он обретает цель – отмщение. И в конце эпизода нам показывают ящерицу, которая крайне символично вписывается в происходящее. И вот человек, у которого не было никаких ориентиров и смысла жизни. Он просто начинает сходить с мертвой точки и превращаться в другого человека. Йоситоси Абе, он же дизайнер персонажей, неоднократно заявлял, что в сегодняшнем мире мы не сильно чувствуем угрозу смерти. Наша жизнь стала значительно проще. Произведений подобного формата становятся больше. Поэтому команде было так важно передать боль и шок от потери конечностей. И это у них получилось. Не будет лишним и рассказать про постановку. Цвет и в целом пейзажи. Акцент делается не только на персонажах, но и на окружающем их мире. Важной целью было показать, как чередуется статичность и резкая динамика всего происходящего, что создаёт ритм повествования. А с помощью цвета подчёркивается, что тот или иной герой чувствует и на что обращает внимание. Перед началом анализа всех персонажей важно будет рассказать про устройство этого мира и что он вообще символизирует. Однажды на поверхности люди у власти решают сделать общество идеальным. Без убийств, конфликтов и гребежей. Несогласных с подобным устройством мира отправляют под землю, где приходится работать на людей сверху. И не мне ли говорить, что такое в реальной жизни никак невозможно? Абсолютно все люди творят плохие вещи. А природа устроена так, что без хаоса не может быть и порядка. Но Технолайз решает порассуждать. А вот что, если бы так в действительности произошло? Люди сверху настолько улучшились, что перестали существовать. По крайней мере, физически. Всё, что осталось, лишь живые воспоминания. В таких условиях ты ничем не отличаешься от мёртвого. Итак, после первой серии тебя начинают знакомить с основными персонажами. Первые, кого бы мне хотелось затронуть, Док и Йоси. Оба являются выходцами из верхнего мира, которые отправились вниз, потому что разочаровались в мире сверху. Оба придерживаются философии Ницше и считают, что человек должен перейти на новую ступень эволюции. Жители же Нижнего мира, который называют городом Люкс, похоже, больше тяготеют к традиционной японской философии. Однако, эти два персонажа словно специально привносят в город что-то чужеродное. Док верит, что с технологиями человек может дойти до нового для себя уровня и стать чем-то новым. Йосише думает схожим образом, но для него переход осуществляется не физическим изменением, а психологическим. Создав конфликт в городе, он намеревается сделать абсолютно новое общество, в котором люди перешли бы на новый этап развития. Киберпанк – это жанр смешанных культур, и традиционной японской культуры там хватает. Технолайз решает раскрыть эту тему куда серьёзнее, смешав не только культуры, но и самые разные философские течения, которые на протяжении всех эпизодов конфликтуют друг с другом. Происходящий аниме является неким подведением итогов для жанра, поэтому каждый из зрителей может подметить для себя что-то интересное. Следующий у нас идёт Ран. Возможно, единственный персонаж, которого действительно жалко в этой истории – это девочка, на плечи которой упала непосильная ноша. Видеть будущее. Наблюдая полную разруху и понимая, к чему всё идёт, она боится что-либо делать. Пытаясь влиять на людей и предотвратить катастрофу, героиня только приближает тот самый момент, когда мир умрёт. Постепенно, сходя с ума, она только и могла наблюдать и надеяться, что всё это окажется лишь страшным сном. Ситуация становится интереснее, когда понимаешь, что на одном из главных постеров сериала изображена финальная сцена, где главный герой окончательно прощается с Ран. Всё это словно такое же предсказание. Главное, что нас здесь интересует – город. В отличие от многих других миров своего жанра, он живой. Его название – люкс, что в переводе с латыни означает свет, ведь небо здесь искусственное, максимально белое. Ран является лицом города, его чувствами и мыслями. Смерть города нам показывают через все детали, которые только можно увидеть. Через небо, через технологизацию, через безумие, через убийство. Пытаясь показать нам живость и реалистичность происходящего, авторы заставляют зрителя куда сильнее чувствовать опустошение и конец мира. Ониши. Человек, который рулит властью в люксе, пытаясь полностью починить его себе. В его философии, слабые люди – всего лишь материал, с которым можно делать что угодно. Ему по душе только сильные, те, кого он может уважать. Но делать их равными себе он не хочет из-за его способности слышать город. Ему даровано понимать окружающий его мир. Он буквально говорит с ним. В истории так и не раскрывается, почему именно ему дарована такая сила. И это небольшой прокол со стороны создателей. Но он понял, что технология меняет людей, а в лучшую сторону может измениться далеко не каждый. Только стремительным и смелым даровано аугментации. Возможность получить импланты и эффективно использовать их по назначению. Но управляя органом, который починил себе город с помощью грубой силы, он лишь и не является главным в подземном мире. Главные здесь – три матери. Что-то вроде теневого правительства. Они изобретают ту самую технологию и следят за порядком. С ними как-то связан еще один странный персонаж – Кано. Это человек, решающий упокоить весь мир и, быть может, развлечь себя напоследок. Сказать что-либо по поводу этого персонажа довольно сложно. Он имеет черты типичного антагониста, но на деле им не является. Это такой же герой, которого отчасти можно понять, который имеет свою мотивацию и мировоззрение. Мы только и наблюдаем, как он развлекается с жителями города, которые так и не поняли, что творится у него в голове. В один момент он называет ран своей сестру. Зная, что у них один и тот же желтый цвет глаз, которого нет больше ни у единого из героев, можно смело предположить, что их что-то связывает. Свобода. То, чего жаждет ракон. Группировка анархистов. Но ни один персонаж не то, что не владеет заветной свободой, но даже не понимает, чем она является на самом деле. Многие просто притворяются свободными, не замечая, как зависит от чего бы то ни было. Другой человек, месть, город. А члены банды буквально каждый раз спрашивают главу Синдзи, как им поступить, и подчиняются ему, что полностью противоречит их правилам о том, что они сами могут принимать решения. Они считают себя анархистами, но на деле у них нет горизонтальных связей, а есть лишь вертикальная система управления, где вся подчиняется одному. Синдзи ищет ту самую свободу, проходя через хаос и принимая насилие. И единственная свобода, которую он находит, смерть. Вообще, в целом, клан Ракон это та большая мысль, что мы всегда от чего-то зависим. Союз это секта протестантов. Им не интересны технологии. Они их боятся. Боятся потерять себя. Они играют одну из ключевых ролей, потому что Технолайз прямо напирают на идею внедрения технологий в человеческое тело. И в отчасти их соображениям можно доверять, ведь по итогу после технологии человечество вымерло, оставив после себя лишь памятник. Что не менее интересно, так это их главарь, Кемата, который придерживается интересной философии. Замена человеческих тел меняет тебя не только физически, но и внутренне. Причем, в худшую сторону. Чтобы импланты и организм человека не оторгали друг друга, создается Рафия, про которую я вскользь упоминал ранее. Создается она из мертвых человеческих тел. И, судя по всему, Кемата технологизировался без ее участия. Его тело начало портиться, а душа, по его мнению, стала чернее. По итогу, он возненавидел технологизацию и, по сути, стал действительно другим человеком. История союза – это история людей, боящихся принимать новую реальность, от которой никуда не денешься. Но тут же появляется полная противоположность. Вместе с протестантами нам показывают деревню Габе, люди которой считаются с будущим и принимают его. И то, что тебе ближе, выбираешь ты сам. Все перечисленное выше является неотъемлемой частью киберпанка. Постоянная борьба и споры идеологий, с помощью которых автор пытается рассуждать наравне со зрителем, что же нас ждет. И главный герой Ичисе довольно неоднозначен. С одной стороны, его характер полностью соответствует окружению. С другой, это не первый подобный персонаж. Временами кажется, что он вторичен по сравнению с другими героями. Однако, хватит Ичисе и не идеален, но наблюдать за ним все так же интересно. Первой точкой его развития является тот самый момент отмщения, где он моментально теряется. Он перестает мыслить прошлым, он не знает, что ему делать. Потерянность становится новой чертой его характера. Но жизнь продолжает подкидывать ему все больше сюрпризов, где-то обманывая, а где-то раскрывая то, чего он ранее не знал. Незадолго до конца истории, Ранд решается рассказать Ичисе его конец. Один из возможных, что она видит. Герой уничтожит людей в люксе и останется последним выжившим. Узнав это, Ичисе становится скованным, зацикливается на своей судьбе и только приближает то самое предсказание. Сам киберпанк это такое же предсказание, но только то, что нам показывает Технолайз никогда не произойдет. Само произведение говорит, как жанр от страха будущего переходит к обычным фантазиям в стиле «А что было бы, если…». Произведение грамотно умеет использовать все фишки жанра и показывает настоящую разруху, настоящую боль, настоящую гибель. Но даже среди всего мрака остается призрак, надежда. Технолайз может и иметь определенные недостатки и недосказанности, однако вполне заслуживает почетного места среди других представителей классики жанра. Он понимает, чем хочет быть, не раз пересматривая сериал, я все больше акцентировал внимание на задниках, которые и составляют большую часть хронометража. Вполне можно было впихнуть сюжет в 12 серий, но, по-моему, тогда бы пропал шарм произведения, потому что медленное повествование дает возможность погружения в мир. Я знаю, что не всем такое по духу, и для многих подобное лишь приятное дополнение к общей истории. И рекомендовать всем и вся Технолайз, говоря, что это произведение на века, не могу. Но, с другой стороны, я не могу оставить в тени подобного рода произведение, поэтому и делаю этот ролик. Это киберпанк, который... Киберпанк, не имеющий ничего лишнего. Спасибо, если ты, дружище, досмотрел до конца. Это все-таки значит, что я не смог оставить тебя равнодушным. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok